Дорогие друзья, всех приветствую! Меня зовут Джулия, я ведущая Аскез, астролог, также занимаюсь всем, что связано с духовным ростом. Сегодня у нас с вами разбор Марса во Льве. Это тоже очень интересное положение, потому что Марс здесь находится под управлением Солнца. Если вам нравится подобный разбор видео, вы хотите разбирать и другие планеты в знаках Зодиака, обязательно ставьте лайк под этим видео, пишите в комментариях, что вы хотите видеть в следующем, какую планету разобрать следующий, в каком знаке, или Марс в каком знаке разобрать следующим. Но мы пока с вами приступаем к изучению Марса во Льве. Марс во Льве это очень хорошее положение для Марса, потому что здесь приумножена эта огненная стихия, но она не настолько напориста, какая может быть у Марса в Овне, не настолько холодная, какая может быть у Марса в Козероге. Марс во Льве это огромная неиссякаемая жизненная энергия, оптимизм, которым человек заражает других людей. То есть это вера в лучшее, это постоянный такой внутренний позитивный настрой. И умение делиться этой жизненной энергией с другими, вдохновлять других. Также Лев всегда немножко актер, это умение играть на публику, невероятная харизма, очарование, умение расположить к себе. И зачастую ваш вот этот огромный порыв энергии, он может обжигать, потому что вы иногда можете быть чересчур самоуверенны, чересчур высокомерны. По идее Лев это глава прайда. Марс это планета воинственности, это планета, которая показывает, как человек отстаивает свои границы, как он выполняет какие-то действия, придумывает стратегии, как он добивается своих целей. И Марс во Льве показывает, что у вас огромная уверенность в себе и мощные задатки лидера, который может взять на себя руководство другими и вести за собой. Но опять же нужно понимать, что искажение знака Льва какое может быть. Лев это глава прайда. И вместо того, чтобы вести других людей за собой, Лев может просто задирать нос и просто считать, что он здесь лучше других. То есть вообще у Марса во Льве огромный соревновательный дух, потому что им всегда нужно быть везде номер один. Эта внутренняя уверенность, она может перерастать уже в некоторое высокомерие, в надменность над другими, на ощущение собственной какой-то уникальности. И вместо того, чтобы заботиться о других менее сильных, те, кто слабее, вместо того, чтобы о них заботиться, Марс во Льве может выбрать тактику возгордиться, возвыситься над другими и приобрести некоторое надменное поведение. Поэтому ваша задача здесь это не наслаждение собственной уникальностью и вот этой уверенностью внутренней, а тем, что вам нужно помогать, заботиться, вдохновлять других, делиться жизненной энергией, оптимизмом своим и помогать другим тоже встать на ноги, поделиться с другими этой уверенностью. Также Марс во Льве, как и любая, в принципе, другая планета во Льве, она дает людям некоторую нотку аристократии в поведении. Особенность эта может проявляться именно у мужчин, потому что Марс это планета все-таки мужская, и у женщин тоже, конечно же, несомненно, это тоже будет проявляться, но у мужчин это будет более выделено, более красиво. Аристократичное поведение. Вы не будете опускаться до каких-то низких поступков, до ударов в спину, потому что Лев это, с одной стороны, они такие высокомерные, да, у них вот эта гордость есть, но эта гордость, она иногда, это негативное, конечно, качество, но эта гордость иногда защищает Львов от совершения каких-то неблаговидных поступков, потому что они просто говорят, я не буду опускаться до этого уровня, вот, ну, в каких-то низменностях, например, да, в каких-то проявлениях морально-нравственных качеств. Но нужно понимать, что иногда этот Марс в Альве, он может не опускаться до уровня того, что выполнять какую-то там рутинную работу, которую мы получили, либо там неинтересную работу, там помыть пол, например, Марс в Альве может отказаться, да, то есть он считает, что для него что-то особенное должно быть, что должна какая-то особенная работа быть, уникальная, которая либо будет отражать его артистические способности, его харизму, его какие-то таланты, но на что-то посредственное такое он не согласится. Опять же напоминаю, что мы просматриваем Марс в знаках, здесь я даю достаточно общее описание, все вы уникальны, у каждого человека есть натальная карта, и для того, чтобы узнать более конкретную картину, нужно смотреть всю натальную карту, потому что Марс может быть в Альве в 12-м доме давать одну картину, в первом доме давать другую картину, у него может быть куча различных аспектов, оппозиции с Солнцем, например, да, это совершенно другая конкретика, может быть квадратура с Плутоном, например, да, и человек будет достаточно таким властным, любить, быть везде номер один, подавлять других, что очень тяжело проигрывать, переживать какие-то поражения, отвержения и так далее. Поэтому для того, чтобы просмотреть всю натальную карту, нужно заказывать карту астролога, он как раз сидит перед вами, я с удовольствием посмотрю вашу натальную карту, разберем все сильные и слабые стороны, посмотрим карму прошлых жизней, которую показывает Черная и Белая Луна, также разберем Северный и Южный Узел и много всего другого интересного. Подробно об этой услуге вы можете узнать по ссылке в описании к этому видео, ну и там же, конечно, заказать натальную карту. Помимо этого, если ваши планеты находятся в неблагоприятном положении в натальной карте, там, в поражении, либо в падении, в изгнании, то как раз для таких случаев я создала специальные аскезы, которыми мы негативные аспекты в натальной карте гармонизируем. То есть есть у нас специальные аскезы 16 понедельников в Луне, есть аскезы 6 пятниц Венере, аскезы как раз для Марса, 9 вторников для Марса, где мы по вторникам берем аскезу на питание, выполняем различные упаи, которые являются специальным задабриванием гармонизации для Марса, это определенные действия. Смотрим лекции, которые также помогают нам правильно воспринимать Марс. Например, одна из этих лекций, кстати, есть в общем доступе на моем YouTube-канале, называется Ахимса. Также зарегистрироваться на аскезы вы можете прямо сейчас, потому что прямо сейчас у нас проходит живой поток. Если вы смотрите это видео гораздо позже, то вы можете пройти эту аскезу в записи. Также ссылки в описании к этому видео есть. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал, там есть все актуальные аскезы. Ну а мы с вами продолжаем разбирать Марс в Альве. Марс в Альве может быть достаточно безжалостным, хладнокровным и жестким в отношении слабых людей. То есть я здесь опять же подсвечиваю вам, что нужно обязательно слабым помогать. Ваша задача здесь вдохновлять, направлять. В нереализованном положении вы можете делать все абсолютно от обратного. То есть это негармоничное проявление Марса в Альве. Марс в Альве дает огненный темперамент, дает большую сексуальность и может являться признаком многодетности. Марсу в Альве нужно всегда быть в центре внимания, и ему всегда нужно подтверждать вот эту собственную значимость. У него огромный прекрасный актерский талант, умение сыграть, расположить к себе людей, сыграть абсолютно любую роль. И за счет этой мощной энергии партнеры, которые будут находиться рядом с таким Марсом, могут принимать свою второстепенную роль, как бы находиться в тени Марса в Альве. Потому что это человек, который любит внимание, любит везде быть в центре, любит, чтобы на него смотрели, его обсуждали и все такое. В Альве он любит быть номер один, он любит быть номер один в своих поступках, в своих действиях, он очень любит соперничество, любит соревнования, и даже с собственным партнером может приобретать такой соревновательный тон, конкурировать, потому что ему всегда нужно подтверждение того, что он номер один. Также у него есть чувство собственности, ревность, то есть он никогда не потерпит какого-то обесценивания, не будет в формате какого-то запасного варианта. Марсу в Альве всегда нужны какие-то дифирамбы, утверждения в собственной значимости. И закончим описание Марса, то, что они умеют радоваться за других и разделять чужую радость. Потому что Марсы, любая планета вообще, которая становится в знак Льва, она показывает, что человек немножко внутри ребенок. И у них может не быть зависти, не может быть вот этой алчности внутри. У них нет негативного чувства, когда у другого человека какой-то успех, например, есть. То есть они могут легко разделить радость другим человекам, признавать чужие таланты, делять восторг, радоваться каким-то покупкам. То есть у них нет внутри никакой зависти, потому что такое качество Льва дается этому Марсу. Марс в Альве легко упрощает обидчиков, забывает обиды. То есть спустя какое-то время вы можете общаться с человеком так же, как раньше, просто потому что просто забыли, да, ваш вот этот внутренний оптимизм и позитив. В нем как бы все эти обиды, они просто сгорают. Но опять же нужно смотреть остальную натальную карту, да. Может быть у вас Меркурий в раке, да, и он может все равно копить какие-то обиды. Поэтому важно смотреть всю натальную карту в целом. В принципе у нас на этом все. Если вам видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Если у вас есть у друга Марс в Альве, обязательно перешлите ему это видео, чтобы он познакомился с собой. В комментариях пишите, как Марс в Альве проигрывается у вас. Срезонировала информация, не срезонировала. Как именно вы добиваете своих целей, какие качества вы в себе отмечаете. Это всегда очень-очень интересно. Мы видим какой-то один общий коэффициент. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.